— Мое понимание политической ситуации нисколько не изменилось. Что изменилось и почему я, как вам кажется, риторику смягчил, она связана прежде всего со следующим. Я знаю, как работает государственная машина. Я все еще даю авансы и, зная Такаева, практически все еще верю, что он начнет ситуацию менять. — Хочется верить, что с Такаем это не повторится. Он совершенно другой человек. Я думаю, я верю в это. — Я уверен, что все будет меняться. Я не уверен, что это эффективно, но то, что будет меняться, правила жизни, ландшафт экономический, коммерческий, правовой, ландшафт владельца поменяется и начнется это после 20 ноября, я в этом уверен. — Б. Я верю, что он хочет что-то изменить. Б. У него нет другого пути. Вот так, что я говорю. Он будет менять ситуацию и будет пытаться изменить и построить новое. У него просто нет выхода. Не потому, что он другой. Хотя в том числе я считаю, что он другой. — Правоохранительным органам и армии мною дан приказ открывать огонь на поражение без предупреждения. — Кожигельн говорит так, что сильный лидер Такаем. — Но это сильный лидер. — А потому что, посмотри, что произошло. Конституцию поправку внес поскольку мог. — Никакого переделывания законов и тем более Конституции не будет. — Президент мандатом в Захтове жет и желудок бэр мерзменчик тьёв до Уснам. — В этом случае я не знаю, как долго я буду находиться президентом Казахстана, но абсолютно точно знаю, что в соответствии с Конституцией не более двух сроков. — Будет всё, как написано в Конституции. — Он делает, как ему кажется, я бы, может быть, сделал больше, вы бы хотели больше и общество хотело бы больше. Это неважно. Он делает максимум из того, что он может. Плюс, не забывайте, на всё это наложилась огромная тяжесть войны России против Украины и общегеополитической ситуации плюс санкции. Не забывайте об этом. Он всё время занят больше, чем наполовину, не домашней повесткой дня, а зарубежной. Это надо помнить. Если бы он занимался только домашней, тогда, возможно, он бы действовал намного быстрее. Продолжение следует...